Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы отдельное моё. Здравствуйте! Поговорим о Ольге Быковой. Посмотрела я её стрим, значит, начало стрима меня, конечно, как всегда, удивило и впечатлило. Все соскучились и пишут, Оля, когда же уже стрим? Наверное, походу, товарищам дали зарплаты и пенсии, и они срочно хотят слить собственные деньги. Конечно же, потому что у Оли очередной проект, очередная хотелочка, ей нужно поменять на кухне два новых пластиковых окна. Предыдущие уже непригодны, они не такого качества, как хотела бы Быкова. Но это сейчас стоит денег, и есть у неё, конечно же, и другие траты, но это понятно по факту. То есть человек хватается за всё сразу и пытается объять необъятное. То есть хотелок очень много, они растут с арифметической прогрессией, деньги на это где-то надо брать. Ещё при этом висит кредит, и ещё, конечно же, куча-куча других трат. Поэтому здесь необходимо участие именно хомячков. Тут же она прошлась в очередной раз по Боре, рассказала, как Боря по матюшке и по батюшке костылял на зиму, рассказывал ей, её сотрудникам, какая же плохая на зиму. И вы знаете, здесь у меня возникает вопрос, кто вообще её сотрудники? Почему у них идут постоянные тёрки и обсуждения кого-либо? То есть по факту люди вместо того, чтобы заниматься стройкой, бегают к Коле и дают отчёт, что её работники о ней говорят. Ну какие-то засланные казачки, честное слово. И опять-таки, когда Быкова предъявляет обзорщикам, что обзорщики льют на неё грязь, ту грязь, которую она льёт на Быкова, она в упор не замечает. То есть она считает, что она может лить, и это не грязь, это констатация факта. А мы льём грязь. Но давайте, ребят, быть объективными. Многие обзорщики делают абсолютно адекватный анализ именно её ролика. Поэтому о какой грязи может идти речь? Что вещает сам блогер, то и выходит, конечно же, в массы. Следующий момент. Она схватилась за комментарий, который ей прилетел, что она ничего не должна Артёму и Ульяне. Она это подтвердила и сказала, что должна она исключительно только своим детям. Ребята, всё бы было очень хорошо, если бы Быкова до этого так громко не кричала, не била себя в грудь, не заявляла, не плакала и не рассказывала, как она любит Артёма и Ульяну. Все прекрасно помнят, сколько хайпа было словлено именно на Артёме и Ульяне. Как она выходила в стрим, и у неё душа болела, сердце разрывалось от того, как она их любит. А теперь по факту с глаз долой и сердце вон. И уже ничем она им не обязана. Следующий момент, если ты такая душесчипательная женщина, если ты так любишь Артёма и Ульяну. Приехал Василёк, по факту ты заказала даже Сергею Петровичу Василёк. Почему ты никакие не заказала футболки, которые, повторюсь, кто не знает, заходят абсолютно бесплатно любому блогеру. Никакие кофточки. Именно Артёме и Ульяне. Для того, чтобы просто детей порадовать, которым ты вроде как помогаешь. Ну, помогает, все знают, по факту оплачивать адвоката. И тот бы кого красиво съехала. У них есть мать, есть отец, есть крестные, родственники, куча всех, бла-бла-бла. Но по факту, Оля, ты первая кричала, что Кабликову нельзя подпускать к детям. А теперь, когда тебе удобно, ты тут же переобулась и рассказываешь о том, что она мать. Но вот согласитесь, как-то очень все странно. И меняется мнение Оли в тот момент, когда ей выгодно и удобно его в очередной раз поменять. Опять-таки, постоянно напоминает, что у Жени есть папа с большим домом в Подмосковье. Ребята, не она ли совсем недавно кричала и убеждала всех нас, что папа его не хочет видеть и принимать у себя? Так зачем? Зачем ты постоянно говоришь об этом папе? И тем более, ребята, объективности ради. Но какой человек, который вырос, скажем так, вдалеке от своего сына, когда не было никакого общения, никаких отношений, будет рад видеть его у себя в доме с его детьми? Но по факту единицы отцов на это пойдут. Но Оля именно настаивает на этом. Следующий момент, который меня поразил, где она Жене предлагает развивать канал, работать над ним, выставлять донаты на свои потребности и тому подобное. Но Оля забывает опять-таки, как она сама утверждает о том, что она работала год на канал бесплатно, пока он не принес монетизацию. То есть, это Жене все равно год, как минимум, нужно работать над контентом, чтобы пошла прибыль с него. То есть, согласитесь, очень много противоречий. Следующий момент, да, что Женя такой-сякой связался с каналами обзорщиков, которые на Быкову снимают обзоры, они говноканалы и бла-бла-бла. Но по факту он среди обзорщиков нашел искренних людей. То есть, обзорщики приходят к нему на стрим, обзорщики его поддерживают. И Женя понимает, что обзорщики это не то зло, как Оля пытается многих из нас выставить. Он понимает, что это люди, которые по факту его поддерживают, где-то ему сочувствуют. Следующий момент, Оля, конечно же, рассказывает о том, как Женя должен работать и пахать для того, чтобы обеспечить десятерых детей. И никогда он не работал и не пахал. Но мне интересно, а где Оля работала и пахала? Ну вот хочется это увидеть. Ребята, я не верю, да, повторюсь, хозяйство было ранее в три раза больше. Дети были маленькие всегда. Детей было еще больше. Еще тогда проживал Федор, Артем, Ульяна. И по факту они со всем справлялись. Сейчас детей меньше, хозяйства в три раза меньше. Есть тот же самый помощник. Но Быкова реально упаханная. Она не успевает ничего, как она сама же и говорит. Так где в этом всем правда? Или Быкова все-таки водит нас за нос и выставляет все так, как ей удобно и выгодно? Следующий момент, да. Когда я написала комментарий по поводу того, что моему сыну 40 лет, я устала решать его финансовые потребности. И как бы сказала, что помогать больше не буду. Оля, как вы считаете, тут Быкова сказала, вы абсолютно правы, помогать не нужно. И начала приводить, конечно же, пример себя, как она пашет. И поэтому люди ей помогают. И вот у меня возникает такой вопрос. Если Оля руководствуется такой логикой, то как же в свое время ей помогали все? И две мамы, и Женя Быкова бабушка, которая отдавала пенсию, и их друзья. То есть где логика? Они не работали, сидели, ничего не делали в тот момент со слов же самой Оли, заметьте. Но при этом им помогали. То есть сейчас удобно реагировать именно так. И вообще Оля какая-то непостоянная, вот такая прям ветреная-ветреная. Следующий момент, ребята, который меня повеселил, это, конечно же, момент с фотографиями. Где она начала показывать, в какие условия ее привез муж. Во-первых, ребята, это очередной высер, понятно, да, в сторону именно Жени Б. Но хочу отметить следующее. Ребята, ну, во-первых, изначально дом покупался не евроапартаменты. И все это понятно. Во-вторых, да, ты только переехала. Что ты хотела от этого дома? Называется, бачилы очи шабралы, ешьте поконы повылазы. Вот как это называется. И, ребята, не зря говорят, да, Москва не сразу строилась. Но Быковой, конечно, необходимо было все и сразу. Следующие нестыковки, которые мне точно так же очень резанули слух. Вспоминаем момент стрима, который был зимой. Ну, кто как бы следит конкретно за каналом, да, смотрит стрима, должен вспомнить. Где Быкова лично рассказывала о том, как Женя, ей уже говорил, Оля, хватит строиться, хватит покупать животных, давай поживем для себя. Вот кто смотрел, тот должен вспомнить этот момент. Я его помню очень четко. Мне это прямо вот, ну, резануло слух. То есть он, да, ее толкал на том, что остановись, давай что-то сделаем для себя. И она на том же стриме сама лично утверждала, что Женя хотел ремонт. Здесь, по факту, она опять же засрала Женю, что он ничего не делал. Маленький вопрос. На многих стримах сама Быкова утверждает, что они жили в постоянных кредитах и долгах. Сама Быкова утверждает, что на каждый свинарник, коровник она брала кредиты. Так вот возникает вопрос, с чего Женя Б должен был сделать ремонт в этом доме? За какие деньги, если их не было? Опять-таки, следующий момент. Сама Быкова признала на стриме, что она сделала за 150 тысяч кухню, которую сейчас разобрали. И сама же сказала, что я очень долго работала на то, чтобы отдать этот кредит. То есть вдумайтесь, да, о каких средствах, что такое ремонт? Ребят, ну все понимают, это постоянное вливание денег, тем более больших денег. И по факту она сама себе противоречит. То есть если ты за кухню отдавала долго ремонт, и все-таки ты 4 года назад этот ремонт сделала. Так при чем здесь Женя Б? Или все-таки первый предыдущий стрим зимний был правдивый, когда ты сама сказала, что он этого хотел, но ты этого не позволяла, потому что ты вкладывала все средства именно в коровники, потому что пыталась максимально их усовершенствовать для того, чтобы иметь с этого прибыль. И это, ребята, практически дословно слова самой Быковой. То есть она на этом настаивала. Теперь же удобно это все перевернуть в другое направление, в другое русло, чтобы засрать и доказать, что Женя Б ничего не делал. И вот как-то очень много таких нестыковок и неувязок касательно этого ремонта. И вот возникает вопрос, почему же ты 4 года назад сумела настоять на том, чтобы сделать этот ремонт на кухне? Почему же ты его в таком случае не продолжила делать по всему дому? Потому что тебе так было выгодно и удобно. А теперь, когда этот ремонт стал частью контента и опять-таки заработка на него с донатов, Быкова резко переобувается и выставляет в очередной раз Женю Б дерьмом. Ребята, будем объективны, Женя Б далеко не ангел. Вот вообще от слова совсем. Но по факту он намного порядочнее и достойнее себя ведет, чем Оля Б. И опять-таки засирая его и рассказывая, как он ничего не делал, забывает тот момент, что денег не было. Она же сама рассказывает, что в этот момент они ездили к бабушке, брали пенсию, выдергивали несозревшую морковку, помогали все какими-то копейками. У них были суды. Так вот, за что нужно было Жене Б делать ремонт? Где ему нужно было на это все дать средства? Или Оля все-таки давала эти деньги, чтобы он мог ремонтироваться, а он ничего не делал? И если разобраться, ребята, заметьте, при присутствии Жени, как бы она его не засирала, как бы она ни рассказывала, что он ничего не делал. Но обратите внимание, был порядок, была дисциплина. Быкова со всем справлялась. Она точно так же стримила, точно так же клепала свои видосы. То есть он давал возможность ей зарабатывать на YouTube. И опять-таки, когда человек начинает рассказывать, я зарабатывала, я содержала семью, прости, но тебе в этот момент вот именно создали для этого благоприятные условия. Потому что кто-то в этот момент забрал на себя детей. И кто-то оставался, скажем так, за тобой стоял и брал очень много нагрузки, в том числе по уходу за детьми, именно на себя. Потому что сейчас ты показываешь, что без Жени ты не можешь сделать фактически ничего. Хотя у тебя уже есть такой же мужик на хоздворе. Хотя ты ищешь усиленно помощницу по дому. Так вот возникает маленький вопрос. Что изменилось? Не стало всего лишь Женя, но есть другие мужские руки. Но все равно она не справляется. То есть здесь у меня опять-таки двоякое впечатление. Либо Артем и Ульяна это были няни, на которых Быкова скинула своих детей. Либо все-таки Женя бы принимал активное участие в том, чтобы Оля могла развиваться как блогер и давал ей возможность зарабатывать. И согласитесь, ребята, очень как-то противно, когда человек считает только свои заслуги. Вот она видела, что по факту зарабатывает только она. Но разве в семье такое бывает? Тебе дали возможность это делать. И опять-таки, когда Быкова рассказывает, какая она умница и сколько всего она переделала за то время, когда она сбагрила Женю, но Оля забывает о том, что опять-таки это все произошло. А благодаря контенту, выстроенному на Жене, Артеме и Ульяне. Именно благодаря тому, что она их выставила за дверь и озвучила развод. Именно благодаря тому, что она начала показывать своих детей. С этого пошел старт ее канала. И именно благодаря тому, что ее начали жалеть, как многодетную разведенку, у которой такой муж-абьюзер. Она находится в постоянных этих трехугольниках. Благодаря этому пошел ее основной доход. И тот же ремонт – это часть контента. Засрать в очередной раз Быкова, показать, какой он никчемный и какая я молодец. И все акценты делаются именно на этом. Ну вот, ребят, по факту я сказала все, что я сегодня хотела сказать. Это мои впечатления о ее стриме, мое мнение. Ну а на сегодня я буду прощаться со всеми. Продолжение следует. Пока, до новых встреч.